Всем привет! Привет, кто зашел ко мне на канал, гости к Павловне. Сегодня я вот здесь вас встречаю на старой своей качельке. У меня очередная эстафета. Эстафета перелетела мне от Веры Славинской. Канал у меня так и называется. Верочка моя подружка виртуальная, так сказать. Очень замечательный человек. Такая романтичная. И семья у нее, и дети такие талантливые. Такие ролики она красивые создает. Я вообще смотрю всегда с таким наслаждением за ее ролики. Молодец! Подписывайтесь в ней, заходите, смотрите. И я уверена, что вам понравится. Эстафета у меня связана с весной. Конечно, это, возможно, уже не актуально. По природе, по погоде у нас вот сегодня осень. Ветрище, холодище уже всю неделю. По времени года уже месяц пролетает летний месяц. Уже заканчивается первый месяц летний. А эстафета у меня про весну. Нужно ответить на ряд, на несколько вопросов, которые я постараюсь вам ответить. Долго не буду вас задерживать, потому что и мне холодно сидеть, и вам, чтоб не надо есть. Первый вопрос. Почему вы любите весну? Люблю весну за каждый день, за жар и зной, прохлады тень, за дождь и грозы, что придут, за те цветы, что расцветут. Весна. Как ее не любить? Ведь все оживает весной. Я знаю, знаете, вот едешь, когда по трассе, и смотришь, вот вроде вчера ехал, деревья серые все стоят, а обратно едешь уже через день-два, и смотришь, уже березки позеленели, уже стоят, распустились, уже совсем по-другому, уже чувствуется весна, и птички по-другому поют. Ну, красота же, как ее не любить весну? В любое время года, много поэтов ее воспевали, в любое время года мы всегда вспоминаем весну. Любимый месяц весны. Следующий вопрос. А какой любимый месяц? Ну, как можно выделить? Каждый месяц он по-своему знаменателен. Март. В марте 8 марта. Праздник. Мы, девочки, любим подарочки, ждем. Какие-то сюрпризы, какие-то подарочки, возможно. Ой, ухо прилетело. Или пчела. В апреле, в апреле я первый раз стала бабушкой. Родился мой старший внучек Димочка. Ему уже сейчас 20-й год. Ну, как, апрель тоже по-своему хорош праздник. В мае у меня родилась дочь. Каждый праздник, каждый месяц он по-своему хорош. И поэтому они все... Я не могу выделить как на 10 пальцев на руке, так и 12 месяцев. Какой выделить месяц? Конечно, они все, каждый по-своему хорош. Самая запомнившаяся весна. Для меня самая запомнившаяся весна. Сейчас, как бы, мне кажется, все на пенсии обыденно. Вот дом, огород, дача, паски прибираешься, моешь. А было, когда мне 10 лет, меня принимали в пионеры. И это было так торжественно, я вам скажу. Ну, это для меня, конечно, казалось. И я сейчас вспоминаю с особой такой теплотой. Принимали наш класс в пионеры. И происходило это в воинской части. Рядом с поселком городского типа, где я жила, находилась воинская часть. Она сейчас есть по сей день. И нас увезли на автобусе туда. Плятву давали. Плятву же там даем. Потому что я юный пионер. И вот нас повязывали галстуки, нам повязывали вот эти военнослужащие этой воинской части. Я помню, мне повязывала девушка. В товарной же тоже там, возможно, связистка или что-то было. Такая ладненькая, гильностерочка на ней, юбочка. Ну, в общем, это нам всем запомнилось. А день был 22 апреля. Это день рождения Владимира Ильича Ленина. Мы же все, как говорится, были воспитаны. На этих книжках мне нравилось читать эти детские книжки. О его детстве, о его няне, о его семье. Вот такой у меня любимый праздник. Такая запомнившаяся у меня весна. Любимый весенний цветок. Следующий вопрос. Цветы я люблю все. Какой-то особо выделить я не могу. Но вот весной обычно мне муж раньше дадил все тюльпаны. Купит эти тюльпаны, прячет, прячет. А не было же, он прячет, а мне как раз, когда будет болеть, болеть, вот от шкафа смотрелся, стоят тюльпаны. Уже вытянулись, распустились. Утром он мне дарит торжественные обстановки. Но сейчас я ему предупредила, что на 8 марта вот орхидеи мне вполне меня устроят. А тюльпаны эти, которые на второй, на третий день уже мне не надо. И ты не тратишь, потому что выкидываешь. А орхидеями я потом длительное время любуюсь, нравится и благодарю тебя. А тюльпаны, как весенний цветок, я очень люблю. Но люблю их не в вазе, не срезанные, вот эти тюльпаны. А люблю, которые на грядке, у меня на грядке. Они один за одним распускаются, такая красотища. Вот такие тюльпаны я люблю весной. Я вообще их стараюсь не срезать, а наслаждаюсь с этой красотой именно на грядке. Так, следующий вопрос. Любимый весенний праздник? Ну, какой праздник любимый? Пасха мне нравится, весенний праздник. Это нарядно, красиво, стол красивый, накрывается стол, столько много блюд готовится, нравится. Яйца разноцветные, яйца, стряпня всякая. Нравится мне этот праздник. Первое мая, я вот раньше в детстве тоже опять в школе, когда я училась, мне нравилось демонстрации. Накануне деточки топали, оставили баночку с водой или смородины, привязывали, потом выстригали цветочки из салфеток, привязывали, приматывали, и это нам не нравилось. Потом идем колонной по классам, предприятия. Нравился этот праздник, нравится. А сейчас же все ушло уже в далекое прошлое такие мероприятия. Так, следующий вопрос. Куда бы ты хотела отправиться весной? Во-первых, я об этом даже никогда не задумывалась. Куда бы я хотела? Но года три или четыре назад я ездила в Краснодар, в Верочка, кстати, к тебе в город. Ездила на юбилеи родственницы, и такой контраст мне очень понравился, что мы уехали из снежной Тюмени, холодная, прилетели туда, в город Краснодар, там уже все цветет, такая красота. Поэтому вот на контрасте куда-то бы, возможно, куда-то бы съездила. Но так даже не задумывалась, куда. Так, по традиции мне, вот эти вопросики я осветила. Хочу сейчас передать эстафету некоторым каналам. Один из них канал, ой, даже что-то, в общем, знаете, придется мне извиниться перед вами. Каналы, кому я передам, оставила бумажку, кому эти каналы передать. Я напишу ниже, кому передаю эти каналы. Пожалуйста, принимайте участие, ну и пусть, что уже летний месяц. А у нас весна, в душе у нас весна. Вот посмотрите, какой холод. Ну, в общем, вот все я рассказала о своей весне. В душе у нас всегда весна, конечно. первая влюбленность, первые какие-то мечты, желания сбываются, не сбываются. Так что вот, всем пока. Заходите в гости к Павловне, подписывайтесь. Я всех вас жду. Всем вам рада. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok